Друзья, всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас речь пойдет о снайперской катушке Nail Snake. Вот в таком большом пакете пришла она ко мне. Какие катушки ставят на свой аппарат, снайперские, не снайперские, это решать вам, я никому ничего не навязываю. Пакет я уже вскрыл, чтобы сэкономить наше время. Вот в такой коробочке интересной приходит катушка, фирменная коробка с логотипом Nail. Что в нее здесь нам наложили. Как мы можем видеть какая-то важная информация. Комплектация. Комплектация катушки. Уложен сюда провод и вот она сама катушка. Сейчас мы ее немножко отложим в сторону. Посмотрим, что у нас здесь еще. Магазин, в котором я брал, называется у деда Митя. Находится он в Подольске и сайт у деда Митя называется поддольскмд.ру. Очень полезные детали здесь идут с катушкой. Так, это резинки на нижнюю штангу для крепления. Болт и вот такая липучка. Липучка, но это больше подходит, требуется вернее больше для тех металлоискателей, у которых провод не прячется в штангу. Информация по гарантии. Товарный чек. Еще какая-то бумажечка. Давайте уже перейдем непосредственно к самой катушечке. Смотрите, фирменные знаки везде Nail. Snack. Snack переводится вроде бы как змея. Это наверное из-за того, что вот она небольшого размера и везде пролазит шесть с половиной на три с половиной дюйма. Катушка предназначена сами знаете для чего. Отличная такая вот эпоксидка. Залито все. Катушка ДД, поэтому сигнал идет вот таким образом. Защита. Защита идет в комплекте. Ну и все, что вы сейчас видели, друзья, это все идет в комплекте. Если какие-то продавцы что-то не доложили, имейте ввиду вас обманывают. Магазин у Деда Мити не обманывает. Вот такой вот ярлычок обязательно должен присутствовать. Именно поэтому лейбл или как его там назовем. То есть без него она абсолютно не одинаковая. Так, катушка полностью водонепроницаемая. Вот здесь меня очень-очень устраивает вот этот кабель, потому что у некоторых других производителей кабель реально жидкий. В скором времени я вам покажу обзор еще на одну катушку 13-дюймовую для витрака. Там, вы сами убедитесь, очень херовенький кабель. Здесь кабель реально толстый. Наверное, будете его проблематичнее даже просунуть в штангу. Для линейки Эксплойер эти катушки идут без крышки сюда. На других моделях, где провод не укладывается в катушку, здесь присутствует такая пробочка. Крышечка, так сказать, резина. Она одевается, чтобы не попадала туда пыль. Так, магазин Деда Мити. Вы можете прийти непосредственно в сам магазин купить. Можете заказать на сайте. Недавно кто-то мне писал, ты вот покупал там трали-вали. Ну, что-то я покупал, не помню. Мне просят, чтобы я оплатил на карточку Сбербанк. Нормально ли это? Да, это вполне нормально. Так торвать все магазины, переводить на карту. И здесь с этим проблем нет. Серийный номер у каждой катушки свой. Так что, я думаю, должна быть очень долговечная катушка. 380 грамм, не такая уж она тяжелая. В следующем обзоре буквально прямо вот скоро мы поедем на шурф с ней. Я ее протестирую по глубине. Полазив по форумам, полазив по разным группам, социальным сетям, я понял, что снэк реально для шурф лучше, чем шарп-шутер. Во-первых, размер меньше, это раз. Во-вторых, ну, цена тоже немножко отличается, но незначительно, конечно. Она немножко, мне кажется, вот надежнее. Уши реально, вот эти вот, друзья, посмотрите уши. У многих это больное, больное, больная такая тема. Но здесь вот эти уши, они реально огромные, толстенные. Их невозможно будет сломать. Здесь очень приличная глубина обнаружения. То есть от штатной катушки, ну, немного совсем она отличается. По глубине я имею ввиду обнаружения. Но самый большой ее плюс в том, что конкретно разделение целей. Ну, на этом у меня, друзья, все. Обзор на катушку снэк будем считать завершен. Но это была первая часть. Вторая часть у нас будет обзора. Это тест. Непосредственно будем тестить на разделение целей, на глубину обнаружения, на стабильность и все остальное. Тест будет в одном из следующих моих роликов. Подписывайтесь на канал. Много будет интересного. Всего доброго. Желаю удачи. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok